посылка д и в интернете дешевле ну что начнем ну давай начнем сегодня у нас небольшая посылочка мы получили от интернет магазина посылка д и я хотели бы раскрыть ее вместе с вами и так этот магазин находится в германии сайт у него вообще классный сайт все очень понятно мы попозже обязательно покажем этот сайт нам этот магазин очень понравился сейчас расскажу приоритеты того почему мы обратились именно в этот магазин он нам даже прислали каталог ничего себе ну да тут в принципе есть все от варенья потом горшочки о горшочках можно иду готовить вкусные вкуснейшие обеды что-то тут сковородки что-то еще и родимые ведерочки до доза холодца и до дозочки мы всегда таки холодец короче для частичка россии в германии да потом что тут еще часы но тут еще как бы всякие мази типа спасателя что-то крем для ног ну вот спасатель я точно знаю что многие хвалят и сами им пользовались не раз спит мазь тоже что бараплюс обожаю этот крем в принципе он очень классный вот какие-то мед также тут есть леденцы и всякие пляжки для баньки всякая одежда бархатные ручки мумиё и что это сибирь про сибирь косметика тоже вроде как чистая линия боже мой как раз кондиционер для волос кондиционер это шампунь и такой же был кондиционер и чистой линии в россии пользовалась мне в принципе все устраивало да даже золото и еще посылка да и еще тут есть книжки наверно в каталоге они тоже есть а мед тут еще есть должен быть да должно быть наверно тоже вкусно но мы его в этот раз не заказали давайте посмотрим что заказали мы а и так мы заказали сгущеночку да у нас есть тут русском магазине сгущенка но мы решили заказать попробовать еще одну в общем-то очень рады этой сгущенки это вообще я так давно хотела халву мы когда приехали сюда покупали халву в нокауф или в нету же не помнишь в нокауфе но в общем последние месяца два я искала халву никак не могла найти это одна из особенностей германии почему-то или особенности в зенаху что периодически появляются продукты периодически они исчезают не знаю сезонность наверное у халвы какая-то что ли но в общем то мы себе заказали кусочек я так понимаю что долго он у нас не пролежит этикетка да молочная нежность в общем то надо пробовать халву надо пробовать ну вот так вот по внешнему виду по рыхлости на вкусная да да потом что мы тут еще заказали крупу попробовали заказать пшеничную тоже в русском магазине я по-моему я даже не нашла но каши из этой крупы не точно знаю что очень вкусная я прямо обожаю эту крупу поэтому мы решили тоже и взять крем спасательный крем бодяга этот крем не очень долго рекомендовала сестра в общем то ну конечно мы его как бы там я не знаю в общем когда мы приехали в германии кажется где я тут найду такой крем бодяга но сестра мне прям говорила что он очень классный а вот и тут когда я увидела в каталоге этот крем ну сестра же плохого не посоветует надо взять тем более раз появилась такая возможность вот мы решили его заказать тут написано синяков от синяков ушибов самое главное что меня привлекло как маму в этом интернет-магазине это детские книжки мы приехали сюда спустя какое-то время я поняла что я не взяла саши ни одной книжки на русском языке это я считаю что это плохо ну а как плохо у нас в сумке так были с перевесом мы обувь выкладывали еще и книжки детские брали ну да но все таки надо было подумать и взять хотя бы одну-две детские книжки на русском языке с картинками и в общем то когда я озадачилась этим вопросом я поняла что в нашем городе выбор не особо велик и надо что-то делать надо где-то искать но опять же заказывать с сайтов которые находятся в россии сюда это пересылки я попробовала заказала одну пока что и все мы тут читаем по слогам и тут главное картинки есть яркие несколько сказок тут я думаю что саша уже будет интересно и мы как раз все вместе с ней сядем вдвоем или втроем детства детства почитаем так значит он был полезен еще полиэтилен в короче что-то тут нам еще а да когда у нас да когда саш ну хорошо упаковали тоже масло когда мы были там в россии я всю зиму саша купала в пихтовом масле и в принципе как бы может быть это сказалось то что я купала в пихтовом масле может быть то что мы еще не ходили в садик в общем то все вместе дало такой эффект что она у нас практически не болела это может быть один раз у нас за зиму у нас тогда болела и все больше такого не было и когда тут мы приехали и опять же я поняла что я не взяла это пихтовое масло мы приехали зимой и саша у нас начала прибаливать где-то простуда где-то еще вот я подумала что на эту зиму надо будет обязательно где-то найти пихтовое масло и вот чудом случилось и мы нашли этот сайт и в принципе там тоже есть и пихтовое масло и любое другое масло но вот в этот раз я взяла себе пихтовое масло для того чтобы купать и у нас остался еще один пакетик так что скраб ну да да скраб также я могла забыть про себя вот для бани бани у нас конечно нет но вот скрабик такой вот я себе заказала надо пробовать но выглядит приятно написано прям ореховый на основе кедрового жмыха вот ну в общем с экстрактом бурых водорослей в общем должно быть наверно но это ладно это так я просто мы это все к тому что если вы находитесь в германии и не знаете где заказать какие-то вещи которые вам близки были в россии и которые скрасят ваши ваш недуг наверное что ли или тоску по родине мне кажется это отличный сайт и ребята молодцы что придумали этот сайт спасибо им за это большое друзья всем привет это такая необычная вторая часть нашего видео я тоже хотел пару слов рассказать о своей покупке а другое да тоже сделал себе подарок скажем так но хотел перед этим и пару слов сказать интернет-магазине посылка дыр я действительно тоже посмотрел ассортимент поражает этого магазина и хочу сказать ссылочки мы оставим в описании на сам магазин на instagram так что подписывайтесь вступайте думаю вы не разочаруетесь выбором этого магазина так ну а теперь переходим к моей покупочки это такая спонтанная покупка была относительно потому что долго искали своем городе долго искали эту вещь в германии но как оказалось эта вещь есть но ее нет в нужном размере в нужной расцветке сейчас покажу да может быть все удивятся что это за такая редкость но вот как оказалось вещь дефицитная это обзор делаю там с айфона новую пленочку там снимают там у всех мурашки по коре вот у меня вот загвоздка вот касательно этих кроссовок у меня 45 размер на самом деле эти кроссовки есть в германии на ebay в любом вообще другом магазине но есть полностью черный есть полностью белый я хотел себе именно вот красно-черно-белый красно-черно-белый да но этих размеров нет и все раскупили мы их купили я точнее нашел и заказал в англии но влага европа позволяет делать подобные покупки что сказать внешний 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 они очень классно как бы и брали на осень где-то вода тут вроде как кожа должна быть подошва высокая ну я не знаю почему на что столь редкие кроссовки как будет эти nike модель я смотрел когда они только появились у них ценник был по 200 евро не знаю я не знаю не смотрел но по статистике за 6 месяцев цена упала причем с 200 до 70 причем из англии с доставкой вышло дешевле чем купить в германии так что померяем потом надеюсь что все подойдет опробуем стирка не вытаскивает сверху показано что это кожа для сверху должны быть кожи так что можете порадоваться за меня за мою новую покупку потому что для меня на самом деле мы долго искали здесь ничего подходящего нет все одно тряпочное и плюс такие модели я наверно настолько старомоден что немножко не понимая не разделяю модных тенденций но я нашел это между прочим вообще самое но более 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 классическое понимаешь тряпки делают а это более таких классический вид кроссовок но все равно в общем не забываем подписываться ставить лайки всем удачи и пока ближайшем времени у нас новое видео так что оставайтесь с нами посылка да и в интернете дешевле